В Доме культуры поселка Черноморский прошла открытая сессия Совета депутатов поселения. Местный глава Владимир Жигулин озвучил отчет о работе за год. И казалось бы, новость могла быть стандартной, да только после отчета под аплодисменты жителей депутаты попросили главу сдать полномочия. Холодный и темный зал давно уже аварийного ДК забит под завязку. Люди пришли, чтобы в очередной раз сказать главе о том, что недовольны. Жизнь поселения буквально катится под откос, а местная администрация как будто нарочно, бездействует. В краевых программах глава не участвует и даже те небольшие деньги, заложенные в бюджет, тратить на поселение не спешит. Дорожный фонд у вас был 14 миллионов в этом году. На сегодняшнюю дату, как следует из вашего доклада, у вас освоение 35%. Скажите, что вообще планируется и как вы будете все-таки осваивать денежные средства, оставшиеся, за эти два месяца? Вразумительно, глава так и не ответил, но точно не на проблемные дороги и тротуары. А между тем, таких в поселке и хуторах становится все больше. Зато на другие вопросы, исходя из его доклада, тратятся суммы немалые. У вас покос сорной растительности и приобретение песка и соли 3 миллиона рублей. И это совсем не удивительно, ведь Владимир Жигулин искренне верит, что квадратный метр покоса травы стоит около 2000 рублей. Тогда понятно, откуда сумма. А люди в зале совсем не удивляются. Мол, откуда знать главе о покосе, когда с сорной растительностью они давно борются сами. Покос травы, какой покос травы? На хуторе мы косимся сами, косила я за свои деньги. А там вроде, чтобы не мешали дети. И стоит этот покос травы от высотки 300 рублей, но не 1800. Краевая программа по переселению жителей из аварийного жилья сейчас фактически под срывом. А уже переселенные бараки просто забыты. Они рушатся и становятся опасным местом для игр подростков. И они там уже играют. И несколько раз они уже поджигали внутри. Я лично сама вызывала пожарную команду. Вопросов от жителей звучало так много, что, казалось, сессия продлится до утра. ЖКХ, земли для многодетных, без коммуникаций и дорог, аварийные котельные, несанкционированные свалки и многое-многое другое. Нервы на пределе, все устали от полного бездействия главы. Мнение жителей разделяют и местные депутаты. Итогом пребывания в должности главы черноморского городского поселения Владимира Жигулина стала фактически единогласная просьба уйти. Я предлагаю назначить внеочередную сессию на ближайшее время, это у нас получается 3 ноября, с тем, чтобы глава остался и полномочия. Услышал ли, наконец, Владимир Жигулин глаз народа, неизвестно. Но и районное руководство придерживается общего мнения. Он, наверное, хороший человек. И, наверное, не зря его население здесь поддержал. Но как глава поселения, как компетентный человек, как профессионал, как человек, который может управлять людьми, организовать людей, повести за собой, он никакой.